Лен, расскажите, пожалуйста, где вы используете милолочку и как она вам уже помогла? То есть можно сказать, что вы каждый день пользуетесь милолочкой, правильно? Каждый день мы ей не пользуемся, но у нас всегда с собой в коляске одна бутылочка, в сумочке бутылочка в детской, и на всякий случай она уходит очень даже не быстро, ей намного хватает. Ну вот смотрите, я, например, лично КГЦ, я каждый день зубы чищу утром и вечером, два раза в день, иногда три раза, и добавляю три капли милолочки на зубную пасту, щетку, отлично, помогает против кариеса, против воспаления десен, то есть ухо-горло-нос, простудные заболевания, ангина, насморк, кашель, бронхит, капайте по три капельки на зубную пасту, щетку, утром и вечером, отлично помогает. Можете попробовать для себя, хорошо? Спасибо за субтитры, спасибо за субтитры, попробую. Да, ну ладно-ка, если нужно будет, позвоните, я вам с удовольствием сделаю самый лучший ангибод, хорошо? Хорошо, я субтитры буду вам. Да, всего вам доброго, до свидания. Вам так, до свидания. Чейс. Сначала расскажите, как, что там случилось? Что-то я здесь немножко прозевал момент, с самого начала. Проаперировали, прикруй в кишечник, у нее отрезали немножко, и шов был, а с правой стороны, как от бока, и до слева, до левого бока, так, через весь живот. А ей 83 года. И живот такой, ну, хороший такой, свет, достаточно. Настоящий, да? И шов получился, как в глазке, во-первых, во-вторых, ее проаперировали, потом через несколько дней обнаружили, что у нее внутренний шов там немножко разошелся. И они, чтобы туда попасть, они в этом шву, в этом верхнем, убрали одну петлю, и через нее зашли. И, в общем, больше эту петлю зашивать нельзя, значит, эту дырочку, здесь на верхнем шве, на животе. И они оставили так заживать. А оно у нее 3 месяца, наверное, сегодня заживало, не заживало, в общем, все, туда гноит, и гноит. Вот, а потом она уже... Так долго, 3 месяца? Да, врачи сказали, да нормально, заживет потом. А я потом, я раз как грелала, боже мой, у нее весь живот в гное, сорочках в гное, в кровяном таком. Я говорю, ну, это же не делаю, надо что-то делать. Но они меня сначала смеяли. Ну, и не я, а тут сестра в России приехала, она говорит, давайте попробуем, потому что я на себе уже много таких гнойных этих вот испытывала. И да, и знаете, говорит, это, я даже грудь в свое время вылечила у меня, распарабанила, там температура, там камень был сплошной, это все. И я просто прикладывала на мазную, туда маску прикладывала, у меня прорвалось все. Так это уже было, боже мой, лет, наверное, 13-14 назад. Слава богу, сделала. Да, да. Вот, и я ей это, ну, рассказала сестре такое, что со мной было. Она им предложила, они, ну, я сказала, обсмеяли, короче, от меня. Да. Ну, ладно, а потом уже, видимо, притерла, и кровь приходит, и говорит, ну-ка, чем ты там хотела, помашь. И я ей помазала, в общем, сначала все очистила, минулойка вместе, так все это. Потом просто налила туда, да, 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 да. Она как изнутри заживала, а верхний, так, слой вот это заживала, она не заживала, и красная, и малиновая, и такой просто. И все, и вот, у меня три, наверное, потом сестра там поливала, то есть это, все это чистила, зальет два раза в день. Милолойкой? Да, только милолойкой. А сколько капелек или как брали? Ну, что палочку наливает, это все это протерет, сначала, что он прям нальет и заклеит. Молодец, сама. Через неделю все, не надо ничего заливать, вот уже недели три, по-две этого, прекрасно, никакого это, бледники, все, все в порядке. Все зажило, все затянулось. Все затянулось, все зажило. А какая рана была, большая? Ну, как рана была, ну, сантиметра, наверное, четыре, но по длине, ну, как шов вот идет. Да, четыре сантиметра, да. Смотрите, он тянулся, а вот вверх, как на коже, вот здесь, как бы взять вот разрез лезвием. Оно не заживало, было малинового цвета, красное, и гноилы, и суковицы, оттуда, в общем, все вот. Ну, бактерии постоянно были там видны. Ну, конечно, потому что под этим, ну, они, оказывается, унесли инфекцию, когда ее второй раз сделали, они унесли инфекцию, потом они ей дренаж, эту трубку вставляли оттуда, грязь зашла, и, в общем, вот такое вот. И вот я вылечила, сейчас сестра приходит, а вот пришла тоже, вот у нее дочка там в России, значит, какая-то там, что-то развивается, вот и все. Ну, еще, вытащила, дала, книжечку дала, но я поищу. Я говорю, я не знаю, в России там вписывается, нет ли она, ну, может, у нас вообще как есть, ну, тренируйте, наверное. Нет, в России там, может быть, что-то другое есть, но в нашей мелодии нет, и наши все отправляют сами в Россию, посылочки запаковывают и отсылают родным и близким. Ну, я говорю, что я знаю, что я всегда туда посылала, хотя бы, сыну, внучки туда и спросили. Молодцы. Ну, вы видите, как здорово помогает, да? Да, вот я вот эту, знаю, это уже, у меня уже это, третий случай, вот такие ожоги были, потом это третий случай, вот с гнойными, эти, у меня была операция, спине там, зарезали мне, а потом не заживалось. Вот, вот, вот только ветер, потом, смотрите, выбросили, давая это, все, буквально за три дня выходные, были праздник, пришла, я на глаза вытряхиваю, взял бы, а какая мать у нас хорошая. Да, да, и все, так что, а в груди у меня свидетели тоже, тоже были, север от херпорта, здесь в гостях, увидели, взяли с собой продаж, руки у них были, медовылечили, ну, даже не спросили, где его здесь строят, и все на этом остановилось. Ну, да, у нас очень много довольных клиентов, молодцы, тогда и дальше пользуйтесь, хорошо? Ну, он вчера сказал мне, что ассистент, да, говорит, он говорит, здесь все празднуло. Ну, правильно, конечно, надо, мы, когда кому-то что-то даем, нам потом это возвращается даже вдвойне. А я говорю, понимаешь, мне хочется, чтобы людям все помогало, чтобы людей все хорошо помогало. Да, тем более, что врачи даже иногда так халатно относятся, да, вот представьте себе, у нее там, сколько вы говорите, два месяца не заживало, да? Три месяца, да, нет. Да, это же ужас какой-то, что за халатность такая? Да, ужас. Да. Ну, спасибо вам большое. Когда они мне удаляли, вот это, знаешь, как вишенька была на языке сбоку, и она сильно болела, и у меня кушать было больно, и разговаривать было больно, вот. Вот, и я показала врачу, и они мне сразу назначили операцию, удалили это, а у меня с мелолойкой, да, думаю, почему я не пользовалась мелолойкой каждый раз, когда болел язык, да? Вот, а потом, думаю, так, и я после, сразу после операции домой пришла, я взяла мелолойкой на это, туда налила, где это, это оперировали, чтобы я кушать могла, чтобы не больно было, потому что там швы были, и все это. Ну да. Я только, я сказала, что это, я могу кушать нормально, сейчас у меня не болит. А как вообще все началось, откуда это у вас штучка появилась на языке? А потому, это у меня еще союзы, потому что я часто, если я что-нибудь острое или кислое покушаю, там же мы часто делали вот эту жгучку, вот эту, вот, свои помидоры, были, все, вот это. А, типа, типа, это шунку, вот эту вот, приправу, да? Да, 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 да. И это все, что острое было, что это, и у меня появлялись такие жирки, на языке, на кончике или, или сзади, или где? С правой стороны. Просто с правой стороны. А где язык дальше от кончика идет, вот, и это спереди и до, где-то до середины языка. Ничего себе, из-за этого получился рак, да? Да, я, потому что я не послушалась, мой муж говорит, надо к врачу, надо к врачу, а я говорю, у меня пройдет, как всегда, я полоскала шалфеем, и, в общем, всякое делала, но ничего не помогало. А потом это, он говорит, все, хватит, я сейчас позвоню, и мы поедем к врачу. Поехали к врачу, врач посмотрела и сказала, заход в Кранкенхаус, и там они меня удалили, и отправили, было блюз-актей, вот, но метастаз не было еще. Ну, это, наверное, как хаут-крепс, да? Да, я не знаю, это цумен-крепс называется. А, цумен-крепс называется, опасная штука, да? Да, опасная, потому что он очень у меня эмпендрих, и ничего кислого я не могу кушать, и это, и вот, что получилось у меня, я сама виновата, что я затянула была. Да. Потом это, потом второй раз, третий раз, и четвертый раз делали нижней с АКИ. Угу. И вот, я, только последний раз я миалойкой пользовалась. Да, а вы знаете, что миалойочку можно добавлять на зубную пасту, щетку, и каждый день, два-три раза в день зубы чистить, и классно помогает, ни кариес они будут, ни десна не будут воспаляться, ни запаха изо рта не будет, потому что все бактерии, вирусы, все погибает. Прям вот, когда зубы чистите, да, капайте на зубную пасту, щетку, утром, вечером по три капельки, да? А если у кого-то, например, горло болит, тоже можно против ангины, да? Потому что ангина, это не что другое, как бактерии. И вот, чтобы эти бактерии убить, просто три-четыре капельки, да? Ну, если профилактику делать, вот зубы чистить, например, утром, вечером, то тогда уже будет, ангины уже гораздо-гораздо меньше будет, потому что в полости рта не будет бактерий. Еще, что хорошо, зубы не будут разрушаться, эмаль не будет разрушаться, ведь это же, это стоит очень-очень дорого, зубы в Германии, это дорогое удовольствие. Ну, молодцы, видите, как хорошо вам помогло это все. Да, и зубы я вверх, но втираю тоже мелодику. Молодцы, ну вы вот, когда зубы чистите, да, у вас же зубы еще есть, капайте три капли сбоку на зубную пасту и щетку, сначала пасту выдавите, а потом сбоку кап-кап-кап, три капельки утром, три капельки вечером, этого хватает. Да, хорошо. Ладненько, ну спасибо вам за такой хороший эрфарунг, я вот его записал, другим людям буду рассказывать, а теперь перейдем к нашему заказу. Здравствуйте. Добрый вечер, Виктор. Да, уже немножко поздновато, еще половина одиннадцатого, но еще не так страшно. Чуть, это нормально, будет рано спать. Да. Оля, я хотел спросить, вы этот, хотели милолочку заказать, да? Да, мне очень нужна милолочка, так как у меня мама болеет, пролежни у нее, мне нужно срочно ей отправить, дети едут в Россию. Понятно. А где она живет? На Урале, где туда? Она живет на Урале, в Перскую область. И как давно вы уже пользуетесь милолуикой? Ой, это милолуика пользуется уже года два. Хорошо. И маме постоянно отсылаете туда, да? Да, я въездила в январе туда и оставила для сестры для племянниц, они пользуются. И очень довольны, мне попросили, чтобы им снова высохло, чтобы маме помощь им нужна, но очень даже. Молодцы, молодцы. А вы сами лично для себя где используете? Лично я эту милолуику использую. Я мою голосы, теперь уже не пользуюсь ополаскивателем. Хорошо, здорово. Вот, возраст мой немолодой, и у меня протезы частенько натирает, и я когда уже вот как-то даже вот просто действительно ходила к врачу, и вечером у меня были такие сильные натертые десна. Пришла, у меня болят десна, и я вижу, что я почистила зубы смело горит. Так, я ничего не вижу, я у меня еще раз спать не могла. А я собираю зубы смело горит, очень хорошо помогает. Моя невеста, она тоже волосы уходит себе и дочке. Сын использует, у него ноги болят, пятки. Вот он тоже пользуется. Дочке давала, у нее было сильно вот как шейных цехов, что ли. Я ее натирала, и пришла, она, конечно, сначала так иронически посмеялась. Я говорю, мам, делать нечего. Я говорю, ну давай попробуем. Я ей намазала, сделала ей массаж, и внучка была насморк у нее. Сильно просто текли, как говорится, ручьем из носа все. Я тоже на ваточку и промазала, и грудку, тепло одела ей все. Прихожу на другой день, дочь спрашиваю, ну как у тебя дела? Она говорит, ой, мам, а я и забыла, что у меня что-то болело. Малышка бежит ко мне и говорит, о, моя, иди меня снова лечи. Я, скорее, она мне бутылочку дает. Правда, это очень сильно все помогает. Я с тем самым перебить. Хорошо, ну тогда я вам высылаю, как обещал. Желаю вам всего самого-самого лучшего, чтобы все ваши болячки прошли. Да, спасибо большое. И вашей мамой тоже. Тогда вам всего хорошего. До свидания. До свидания. Вы так можете в двух словах рассказать, например, где вы используете мелодойку, в каких случаях? И вообще вы у нас уже очень много, уже, наверное, 200 штук заказали, да? Да. Да, вот расскажите, например, где вы ее используете. Я, значит, в шампунь ложу, для волос. Молодцы. Да. Потом, значит, когда зубы чищу, вот пасты тоже туда. Вот сейчас у меня с тобой, что-то, 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 между пальцами на ногах, вот так вот, как раз сижу и натираю. Да. Это вилолочкой. Молодцы. Какая вот эта самая. Да. Еще в каких случаях вы уже применяли так за свою жизнь, уже давно пользуетесь, много лет? Какие-нибудь особые такие были случаи, когда действительно она очень хорошо вам вилолойка помогла? Ну, так, в каких случаях еще? Ну, вот вы говорили, волосы там блестят у вас и очень хорошие стали. Или это у вашей родственницы? Это у моей сестры. Это у него волосы выпадали, да, волосы очень выпадали. Так, ага. И вот прямо даже, это вот парикмахер, который подстригает ее, говорит, это, да, совсем волосы, говорит, у вас, говорит, куча стали. Говорит, что-то с ранее. Она говорит, что-то делать. Молодец, я говорю, это вот миловойка, говорит, это, втираю, говорит. Молодец, ага. Ну, вот я тоже бывала, я вчера бывала, сделаю шампунь, пока моюсь, и это, а теперь я втираю в голову, часа два хожу по квартире, вот, чтобы дольше побыло. Все правильно, так и надо делать, да. Я думаю, чтобы она больше, чтобы не так, а то пока у Вани так тут быстро, как говорится, полчаса, она, ну, как говорится, действует. А чем больше, тем лучше. Точно. Не зря, как говорится, расходовалась. Все, молодцы. И у вас очень много знакомых и друзей тоже берут ее, да, через вас. Ну, многие, очень уже прямо даже, да, и все, и церковь, многие уже, когда раз, говорю, у людей, простуда как выскакивает, ну, вот это, говорит, ой, дитя. Да, да, или у кого-то ангина, например, тоже хорошо помогает. Да, вот это, да, в рот тоже, да, 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 entreprys,itar, и даже когда вот это, асфорки, или чего, тоже вот, закапывая в носа. Да, точно. Ну, хорошо, то есть вы используете ее во все случаи жизни, то же самое, как я. Нет, чего болит, сразу выкакивает. совершенно верно и самое главное что она натуральный продукт и там нет никакой химии это самое самое главное гешенки мы тоже всегда делаем я вам обязательно что-нибудь положу еще хорошо ну ладно к тогда вам всего доброго да будьте здоровы до свидания честь ну да всякие болячки укусы насекомых да это отлично помогает всякие царапины коленку разбил там или где-то еще что-то обжегся да да а такие вещи может быть у кого-то был как геморрой или что-нибудь такое на подобие этого не но эта проблема очень у многих людей есть знаете это люди мучаются все правильно ну ничего страшного вы понимаете что нужно это людям до людям надо говорить пускай не пробует я всегда говорю если например немножко кажется резко это можно взять какой-нибудь другой крем для рук там или такой немножко разбавить можно да это все ничего страшного до грибок всякие различные вещи да да конечно нет почему зачем эти всякие антибиотики люди сразу пользуются антибиотики всякие тяжелые лекарства да когда есть нормальное хорошее средство да 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 бывает например вот крайняя плоть у детей там воспаляется да или какой-нибудь там грибок или еще воспаление да 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 бы знали например куда только ее можно не использовать везде по всему телу да да например даже некоторых уши болят если одну-две капельки закапать можно домашнюю домашнюю аптечка особенно например на дачу на кухню в ванну одну бутылочку в туалет одну бутылочку по всему дому как говорится надо иметь правильно правильно ну ладно-ка тогда вам всего здоровичка да давайте счастливо до свидания она здравствуйте это виктор болит она вы хотели заказать него улочку давно сегодня да да и она я хотел спросить расскажите пару случаев где вы ей пользуетесь чтобы так вот для наших клиентов да потому что у нас есть на страничке 400 400 способов пользованиями логика то есть действительно у меня так много способов есть что люди даже некоторые не знают как пользоваться для таких случаев да тоже зайдет виктор болит . да и на каждой бутылочке написано адрес это без проблем а теперь расскажите где вы пользуетесь например каждый день хорошо хорошо я работаю в клинике у меня часто бывают пациенты которые приходят ко мне и приходится раздеваться и у них пахнут ноги допустим да и уже очень многим людям я посоветовала это и сама этим пользуюсь и у меня очень многое очень много когда пахнут фотом ноги меланойка убивает бактерии поэтому после того как ножки помыл на чистенькие ножки пару капелек на ручке растет между пальчиками нанес и убиваются бактерии если там бывает между пальцами блескается что-то или какие-то другие неприятные вещи на ногах и запах уходит так же и подмышками бывает где-то уже очень сильный папа и после того как все время подмылся пару капелек подмышками растет и все хорошо и даже не это важно на каждый день это этим пользоваться так и с таким случаем связано у меня знакомая моя очень хорошая она работает где приходится заработать на тяжелую паху и естественно в тяжелых сапогах ноги умирают да я это уже посоветовала нам с рукел и стала пользоваться и ногам приятнее ноги лучше отдыхают потому что все подкрепление да точно да вот ну горло когда болит или насморк можно и в носик пару капелек или менталинки намазать под язычок намазать в таких вот домашних вещах на руки когда кожи, руки приходится часто очень мыть и от этого кожа сухая становится, отрезкается и после того как ручки помыл, милой ручкой намазал и кожа отдыхает лучше даже после крема а так например в отпуске или там на даче или если стать на воздух на даче это самое первое средство потому что если куда-то поехал из милой ручки вообще никуда не уезжают то не надо ни аспирина, никакой аптеки не надо если где-то какая-то небольшая простуда там херпес начинает развиваться или что-то такое милой ручкой намазывает все быстренько домашние животные у вас есть нет? да кстати домашние животные у меня кошка я ей мазала чтобы у нее не было блох постоянно между лопаточками пару капелек намажу всегда блохи на нее не лез окей видите как здорово и клещи тоже и все такое да? нет клещи от клещей это не пугает а блохи уходят ну вообще считается что если на улицу там гуляешь где-то там в траве там тудым-сюдым да если на улице гуляешь отпугивает еще и комаров да тоже если где-то грелить поехал или еще что-то на открытые участки тела можно пару капель нанести тогда они уже не будут приставать нет и все сидишь спокойно и никто тебя не помнит никакие животные такие кровососущие да это такое есть как говорится и может быть еще где-то какой-то случай ну для кожи очень хорошо если какие-то как я забыл это слово? раны не открытые раны а шрамчики да если шрамы жесткий шрам допустим большой порез был после операции и что-то и остался очень такой тяжелый шрам то его можно размассировать несколько раз меловой человек становится лучше и кожа немножко размягчается ну как восстанавливается и шпаном уходит как вот шпаном просто напряжение да как вот это напряжение на коже становится меньше напряжение на мышце становится меньше потому что шрам он не на коже а шрам этот внутри Он внутри в мышцах, и если ты массируешь милую лодочку, тогда мышца расслабляется и становится милой. Это из моего фаронга через клинику. Как люди реагируют, если вы им рассказываете, они прислушиваются к вашим советам? Прислушиваются, очень были довольны, очень были рады, я им делала, помогала, советовала, и они очень были довольны. Сразу бежали и покупали. У меня знакомая немка, она работает через какую-то фирму, и она продает, и я постоянно клиенту туда, можно так сказать, шлю. Потому что я сама не продаю покупать его. Хорошо, ну ладно, тогда вам большое спасибо. Спасибо. Адрес у меня есть, все есть, я вам тогда высылаю. Орехнок будет там лежать, счет. Мы высылаем под счет, да, то есть мы доверяем нашим клиентам. Оплату там сделаете, как положено, через банки. Тогда если там брошюрки будут, книжки, реклама, раздайте другим людям. За каждого нового клиента мы дарим, естественно, подарочки тоже, да? Хорошо. Да, и у нас есть программа «Милологику в каждый дом». Мы хотим, чтобы в каждом доме люди пользовались «Милологикой». Это наше желание такое, да? Да. Я уже и свою дочь, и свою вакцина тоже рекрутировала, хотя нет. Да. И к этому теперь они тоже. Ну, со временем люди узнают, когда, особенно когда проблема какая-то есть, тогда нужно в руки раз человеку давать и все. Хорошо. Ну, всего добренького вам. До свидания, да? До свидания. Девочки, как дела? Да, вторая у меня по отношению, ну, как я могу сказать… Ну, как-то вы жаловались, что у вас какие-то проблемы были где-то, что-то как-то… Я, вот, в отношении… Сейчас я… Да, я сделаю… Это, то есть, когда вы мне предложили мне в логу, у меня как раз это все время ниже… Как раз, то есть адрес, да? Ага. И я это, думаю, ну, я прочитала там все, что в этих книжечках написано, прочитала… Да, да. Вот это я это буду брать. Я наклоняла вот так голову назад немножко и капала себе в эти капельки в рот седать. Не на то место, она была себе, вот, и зубы у меня немножко не сильно, да? Угу. Десна, что ли? Ну, это, как бы, в мази давала чистыми руками, да? Угу. А у вас на язычке был рак, да? Да. На язычке… А где на язычке был? Спереди, сзади или как? Сбоку. А, сбоку на язычке была какая-то раковая обухоль, да? Да, прямо темного цвета, и это сильно больно мне было, я что на язычке не могла, заваливать нормально не могла, и я сейчас разговариваю так, потому что, сейчас тебе науталили. Ага. Ну, я так, все, кто меня знал, спрашивает, почему ты так разговариваешь. Ты что, конкретно был, это жаешь в рыбе, или нехорошо, тебя не… непонятно. Я говорю, у меня часть языка нет, то я не специально. А, часть языка вырезали, да? Да. Убрали в дом. Ну да. Без артики. И с тех пор я постоянно чищу зубы. После каждого, как поела, я чищу зубы, полностью очищаю все, чтобы чисто было. Как мне врач сказал, чтобы всегда чисто воздушно. И мелолойку добавляете тоже? Да. А потом я еще беру и мелолойку вот так стираю все. Да. И на язык, да? И чищу это. Ну я тоже, например, зубы чищу, когда ганс нормальный, три капли добавляю на зубную пасту щетку. Потом пару капелек на язык еще капаю, когда уже прошпюриваю все, помою, выплюну. И вот так еще раз сосу. И везде по всем подеснам, между зубами туда-сюда гоняю, да? И потом, как говорится, это можно тоже выплюнуть. И таким образом, как происходит дезинфицирование. То есть все вирусы, бактерии, кариес все эти нейтрализуются во рту. У вас так же, да? Да, да. И какие? Ну я прочитала, когда вы мне это дали там же книжечки, если да, в лошадь я прочитала. Вот потому, что как раз у меня проблемы были, и думаю, надо все тщательно прочитать. Угу. И это потом я начала пользоваться. И очень быстро у меня результаты хорошие были. А сейчас вот это у меня шишечка с правой стороны. Шея вот под ким. Угу. это все меньше и меньше. Я каждый день беру, наклоняюсь назад вот так и капаю 3 капельки на эту часть. Угу. И оно там расходится у меня. И все. Я в это время не кушаю ничего. Все вот это и у меня. Вот. И это... И так же если где-то у меня, ну это понятно. Это по коже она везде. Но вот самое главное, что вот у вас это, вот эта раковая опухоль, да? Что, как говорится, вот это очень здорово помогло. И вот это очень, конечно, замечательно. Да. Но помогает, если что-то делаешь, да? Да. А если вот так это... То есть я предлагала родственникам, и я говорила им, что так и так, что у меня это... Вы же знали, я им сказала, вы же знали, что у меня... То есть отдыхе было, это раз. И это я им говорила, и все. И это... Я постоянно... Я в рту должно быть чисто, говорю. И постоянно я занимаюсь, чтобы это... Возле еды, тщательно, чищу рот. И опять меловойкой, прямо впервые, Тщательно, чьи-то мы руками стираем. Да. Ну, молодцы. Хорошо. Очень здорово. Тогда... Вам большое спасибо за это интервью. То, что как раз могут и другие люди послушать, да? У нас, конечно, я получаю такие звонки каждый день. Кто-то что-то рассказывает, ну, вот, насчет раковых заболеваний. Это, конечно, очень такая замечательная вещь, Потому что у нас, ну, в Германии, по всему миру Очень много людей страдает, сами знаете, да? И рак кожи есть, и рак на языке, и рак... Ну, где только его нету, да? Поэтому меловойку я просто тоже всем рекомендую. Всем, как говорится, людям. Даже чисто для профилактики. Даже вот, если просто зубы посмотреть, да? Зубы, это очень дорогое удовольствие. Сами понимаете, вот, после определенного возраста Многие люди там 50-60-70 лет Все уже без зубов гуляют, да? А когда меловойочка будешь пользоваться, Тогда все зубы будут. Никаких кариесов, никаких мостов, никаких пломб, да? Это очень... Это экономит... Ты... Да. Да. Я же не знала, что это такое меловойка, что она существует. У меня уже была рата, а потом уже позже я узнала про меловойку. По-моему, через 20 это было. Вот, и это я узнала, и я начала всем говорить, что у меня это улучшение. Я могу улучшить без боли. Я могу это... Не говоря, это я почищу роль, а потом после каждой еды... Я всем советую, после каждой еды чистите роль тщательно. И не буду вонять из-за дата. Да, да, она убивает запах, убирает запах отлично, как говорится. Вообще, меловойка, она в 20 раз сильнее, чем чеснок. Вообще, я тоже всем людям, конечно, рекомендую кушать чеснок. Есть чесночный сок, там у меня очень много есть информации тоже. Но в Германии, как бы, ну и вообще по всему миру, люди боятся, потому что воняет капец. Но, опять же, чеснок можно правильно приготовить, да, там с лимонным соком. То есть у пятое-десятое, ингвер, корни есть специальные, которые этот запах убирают. Но организм получает чеснок, да. То есть специально есть, у меня материал такой в видеоролике интересный. Но я уже хотел сказать, что меловойка в 20 раз сильнее, чем чеснок даже. Она намного сильнее, чем чеснок. И меловойка, она не пахнет, да. Вот это вот, это прелесть, что она не пахнет. Да, да, меловойка, она вообще не пахнет. Да, а меловойка, она, да, меловойка, она наоборот нейтрализирует запахи. Если, например, человек курит, то потом раз капельку на язычок, пососет, выплюнет, да. И уже запаха курения нету, запаха дыма изо рта. Хорошо, тогда вам всего самого-самого наилучшего, да. Не болеете больше, как говорится, поправляетесь. И если вдруг меловочка нужна будет, вы от меня получите, как всегда, по самой-самой лучшей цене. У вас еще есть, да? Да, еще есть, потому что я одна пусть. Да, хорошо. Я всем говорю, но из-за этого внуки, они почему-то, ну как, боятся ли это? Ну, люди, вы сами знаете, пока... Да, да. Люди обычно как, пока не приспичат, они сами ничего не делают, да. Да, да, да. Поэтому, в принципе, никого ничего не заставишь, как говорится, счастливым быть никого не заставишь. Поэтому каждый должен сам смотреть за собой, за своим здоровьем. Да. И если кто хочет прожить до 100 лет, он проживет. Если кто-то хочет там в 60 лет умереть, да, с муками там, от Крепсов, от МЭПсов, это тоже его право, конечно, да, то есть человек имеет право. Да. Ладненько, вам всего доброго, до свидания, да? До свидания. Будьте здоровы, до свидания. Ага. Чес? Да, хорошо. Спасибо. Ну, вот один раз, это вот то, что вы нам предлагали первый раз, и вот она у нас сейчас закончилась, и то я сейчас, я думала, что мы дольше попользуемся. Почему? Потому что это, ну там, 12 бутылочек, я рассчитывала вообще на долго. Ха-ха-ха. Так получилось, что и я пользовалась, и она у меня постоянно меня... Ну, понятно. У меня у самого она расходуется, бутылочка в неделю уходит, поэтому если везде пользоваться... Да, да, молодцы, молодцы. А вы, Анна, для чего используете мелочку сами лично? Да, да. И вот она вот мажет ноги, как-то ее, ноги, ноги постоянно, вот как только погода испортится, или там, у меня просто она сходит, у нее постоянно ноги в порядке с ней, да? Здорово, и она просто натирает, да, тогда уже? Она просто натирает, да, и очень помогает. Угу, угу. Угу. И очень-очень довольна, да? Угу. 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 Нет, у нас можно... Для наших клиентов мы делаем всю, да? А уву... Да, только у нас, вы знаете, мы по одной-две не продаем, да? Как говорится, у нас... Да, или даже, если дешевле, то коробочкой 24 штучки. Да. 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 да да давайте я сделаю вам тогда 24 тогда это будет еще лучше цены хорошо так это получается по 399 в районе 100 евро 100 евро и если я вам сделаю на прямо на 5 месяцев тогда будет там по 20 евро в месяц хорошо за 5 месяцев до 5 месяцев это для вас реально или поменьше сделать по 30 можно давайте сделаем смотрите давайте сделаем по 33 за три месяца хорошо а много да тогда сделаем тогда сделаем на 4 раза 4 раза где-то по 25 хорошо молодцы теперь скажите этот где вы еще пользуетесь не волочкой вы в ухо закапываете несколько капель да и и и и и и можно можно а вы когда зубы чистите на зубы добавляйте по три капельки утром вечером ну вот сейчас когда получите добавляйте на зубную пасту щетку три капельки утром и вечером хорошо и тогда у вас не будет кариеса у вас зубы будет целые да не не будут гнить до 50 60 100 лет будут свои зубы и все целые как я говорю тогда кариеса нету не надо ни мостов не пломб ничего да это очень здорово тогда потому что зубы вы сами знаете не стоит тысячи 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 евро да да поэтому обязательно я всем говорю на зубную пасту щетку утром по три капли а если сейчас вот такая погода да уже похоже как на осень то можете просто даже пару капель на язычок вот так пососать немножко проглотнуть да тогда если горло или кашель отлично убивает все вирусы бактерии и микробы валентина здравствуйте валя как ваше здоровье чки да вы сказали что вы там что-то немножко заболели да ну понятно и как вы там снова вручка вылечились ах у меня целую неделю все заложено было и вообще все неба до того болело там все эти ходы я вообще даже не могла дышать Я вообще не могла даже дышать, ничего, даже не потянуть носом, ничего. Но вчера что-то, и, ну, это надо же пресс, я это делала, ничего. А потом, ну, я вообще раньше не могла новую кубину перебрать. А вчера надо подумать, что-то мне стукнуло голо, наверное, на раздух подсказывает. Она по капле в ногу закапала. Буквально еще 10 минут облегчения мне такое сразу. Сразу все пробило, да? А потом я через, там, около часа побыла, я еще раз попила в профилактике. Умела пока аппетит от этого ноги. И все, потом как пошло, я истокрировала, все нужно заходить, это вообще просто. Да, здорово. И спать легла, я уже носом спокойно могла дышать, и даже какие-то движения начались. Если сегодня у меня уже как-то болит, просто где-то чувствую, что-то, что-то, но я сегодня еще не брала. Но я потом еще закапаю. Хорошо, если у кого-то простуда. У меня, да, не тем где назад, у меня неделю целую этот, там все это распаленный. Я только что не пробовала, даже шведский бальзам пробовал. Ничего не могла, так разрустая была, из-за крови, и все. Я думала, что от протеза может давить или нет. Что-то тоже взяла, вспомнила, уже говорили, мне на щетку надо. Я взяла, что зубную щетку, а потом специальная щетка еще вокруг каждого зуба. И вот буквально два дня я поделала, раза три в день. У меня успокоилось здесь, теперь я спокойная даже. Термин врачу отменялась, все хорошо. Да, молодцы. Знаете, что вот когда утром-вечером я зубы чищу, да, и вот мои тоже клиенты все, я вам советую. Три капельки капайте на зубную пасту щетку, три капли. Вот сначала пасту нанесли, да, а потом сбоку капайте раз, два, три капельки мило ловички. И потом чистите нормально, да, как обычно. Потом, когда все прочистили, выплюнули, прополоскали, все хорошо. И можно одну капельку, две на язычок капнуть. И еще раз вот так пососать внутри, да, и везде все смазать, да, чтобы диозно, везде между зубами, везде все погонять. Можно проглотнуть, оно в принципе тогда в горле все убивают вирусы, бактерии, микробы, паразитов. Или же, например, можно выплюнуть, если кто как хочет, да. Одну-две капельки так вот утром-вечером для профилактики делать. И тогда у вас, как говорится, вот эти все ОРЗ, всякие заболевания, что касается грипп, простуды, ангина, насморк, кашель, там и все прочее. Это все, как говорится, зимой у вас этого будет намного-намного меньше, да. У меня муж уже 15 лет, шпать не режет, пока он в Анастоне смажет хорошо. И днем уходит, потом, когда начинается вирус какой-то, он не отпускается, он постоянно смазывает, он болеет, ведь он хотят. Вот и все, да, миловоечка отлично помогает. Ну, спасибо вам большое за такой опыт, как говорится, да, рассказ. И желаю вам, чтобы вы поправились до конца, там, оскурировали, все это вылечили, потому что важно, не то, что когда немножко лучше становится, самое главное, это делать каждый день. Да, это для новых клиентов, если новый клиент что-то захочет, да. Нет, это не, это не от этого. Нет, это не с моей посылки, это вы что-то другое там нашли. А, ну, это можете инзорговать, выбросить, это нет, к этому не относятся, да. Нет, 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 там насчет миологии вот эти брошюры есть, как это, как пользоваться, вы знаете, да, то есть, как я сказал, зубы чистить утром-вечером, обязательно по три капли. Потом для профилактики, там, одну капельку на язычок, вот так пососать хорошенечко, и тогда это уже, уже 90% болезни меньше будет. Хорошо? Да. Всего вам доброго, до свидания. Ищите новых клиентов, рекомендуйте, за каждого нового клиента мы дарим подарочки. Хорошо? Всего вам доброго, до свидания. Вот такие вот дела, да, то есть, особенно сейчас зима, очень много простудных заболеваний, ангина, насморк, аж и бронхит. И, если вы хотите, чтобы у вас дыхание всегда было чистое, да, то берите, как говорится, три капли на зубную басту, щетку, как я уже сказал, и для профилактики просто одну две капельки на язычок. Немножко пососали, все это, как говорится, полость рта, все вирусы в артерии, микробы паразитов убили, выплюнули, и день можно начинать спокойно, да. Она также убивает запах, например, если кто-то курит, например, или там, какие-то другие запахи, да, то есть, кто-то, может быть, чеснок поел, да, тоже такие вещи очень полезные. Тогда можете пару капель миологич, одну-две, и запах уходит. Итак, заказывайте, за каждого нового клиента у нас сейчас акции есть, мы дарим подарки. Это сейчас летом на даче, да, будет, или как? Ну, Оля, у нас тут огородик маленький, тут это самое, и да, когда мы в Муралд ездим, я тебя беру с тобой. А вы рассказывали что-то знакомые, друзья где-то ваши, да, что-то хотели? Ну, понятно, можете раздавать, мы присылаем обычную рекламу, такие книжки, брошюрочки, да, можете раздавать. И на каждой бутылочке тоже стоит номер телефона и все наши данные. Да, 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 но мне кажется, они, наверное, уже и выписали, я не знаю. А, может быть, сейчас я посмотрю в компьютере, две секунды, у нас здесь все регистрируется. Шандер, говорите, да? Да. Так, Шандер, это через СЦХ пишется, да? Шандер, и как зовут? Я-я-я. Как зовут Шандер? Владимир. Владимир, нет, пока еще не звонил, пока еще не звонил. Да, так что вы можете мне дать их телефон, и я могу к ним перезвонить от вашего имени. Сейчас, две секундочки записываю. 0, 2, 7, 33, 128, 725. 725, Шандер, как зовут? Володя, но лучше Валя. Владимир и Валентина, да? Да. Значит, 0, 27, 33, 128, 725, правильно? 725, да. Да. Хорошо, тогда я от вашей имени к ним позвоню и предложу им расскажу, как что у меня логика. А еще какие случаи были у вас интересны в последнее время с милологичками? Вы когда зубы чистите, добавляете на зубную пасту щетку по три капли утром-вечером? Нет, это я не делаю. А это от чего? А это против кариеса, против воспаления десен, против, если мосты где-то стоят или еще что-то. И тогда у вас, вот я как раз на камеру делаю, чтобы люди видели, да, как говорится, что у меня отличные белые зубы. У меня 50, сколько, 52 года скоро будет, да, то есть никаких проблем с зубами не будет, не будет кариес, не будет воспаляться никаких дырок, не будет. То есть три капли на зубную пасту щетку утром-вечером, не жалейте и забудете, что такое саншмерцем, что такое зубы, да, как говорится. И десна никогда не будут воспаляться и можно одну-две капелечки на язык, немножко пососать и так проглотнуть, тогда у вас горло не будет никогда болеть, да, и так далее, и тому подобное. То есть маски для лица можно делать, можно в шампунь добавлять для мытья головы, чтобы волос хороший был, чтобы не выпадал, не сёкся, да, и многое-многое-многое другое у нас. Там на страничке информация есть и вообще в интернете тоже. Значит, мелодийка у неё 400 способов пользования. Да, да, ну ладно, вам большое спасибо тогда, на этом мы тогда закончим разговор, как только у вас кончится мелодийка, позвоните, я для вас делаю самый лучший ангибод, хорошо? Хорошо, спасибо большое. Всего доброго, до свидания. До свидания. Оля, вы могли бы немножко рассказать, где вы пользуетесь нейрологикой везде? Ой, вы знаете, я везде, вот у меня дети уже убедились, вот у них, зять даже так хвалил, у него рана была на ноге, там узинул, где что-то и так долго не заживало. Он говорит, я несколько раз повазил, говорит, у меня сразу всё в гоночко затянуло. Их дед, дочери, они и детям там где-то опрелось, где-то что-то, и так натирают. Я, например, лично натираю, я в вечер очень сильно устаю, я натираю ноги себе. Да, очень хорошо помогает, да? И мама моя взяла, и сестра, и пока ещё все довольные. Хорошо, если вдруг кончится, можете в любое время у нас заказать, у нас тоже хорошие ангибоды, хорошо? Хорошо, я буду знать, я просто никогда о ней не слышала, это мне буквально уже месяц назад несколько Лиля рассказала. Расскажите, как у вас там было, что там было? В общем, у меня бородавки у одной пациентки были, на одну руку, и она уже лет 10 ходила к курному. Ей там вот наносили какую-то жидкость, сцарапывали, опять на что-то намазывали и забинтовывали. И это 10 лет, и мне это до того надоело её водить туда. А вы сами где работаете? Я во флеге работаю. А, во флеге, у вас была пациентка, да такая? Да, и вот я стала её мазать, в общем, 3 раза в день. То есть, я сама мазала, в обед и вечер она сама-сама. И вот на третий день у ней стали эти бородавки темнеть. Она не пугалась, когда я пришла, она говорит, Анна, посмотри, у меня рука чернеет. Я говорю, не отпадёт ваша рука, всё нормально, значит, она свяжет. И это самое, через 2 недели у ней почти всё исчезло. Там дочка не могла нарадоваться, и она сама, эта женщина, как я уже стеснялась, эти руки показывают где-то. Да, здорово. Это, я говорю, я сама бородилась, я просто испытать хотела. Понятно. Это один случай такой был с этой бородавкой, да, или что там за бонячка была? Как это не бородавки, это прям, знаете, как панцир в руку покрывает, но это бородавки. А, как панцир всю руку, ничего себе. Полностью вот это вот это... Это как это, коруста или как её называют такая? Это вот как грибы кормы, говорит. Да, как кожа такая грубая. Как толстый, панциром был. А, ничего себе. Это какой-то грибок, наверное, был, гриб какой-то. А, я не знаю, это шиничная. А ещё какие случаи интересные были, говорите? Вот, вот совсем месяц назад я бородку лечила. У них было на виске, на виске, большой такой, знаете, как пятикопеечный вот этот, чуть больше даже, вот это самое пятно. Старческое пятно? Нет, не старческое, оно было, как, скажем так, такое белое, как пенистое такое. Ах, ничего себе. Такое засухшее. Ага. Вот, а из-под неё сочилась церемя сукровица. Ну, ничего себе. Гной был. Сукровица, не гной, а сукрови был. А, водичка. Водичка, вот, как-то немножко сложим. Ну, ничего себе. И они нас послали в галст от кожного, а у нас тут по два тренинде надо ждать. Он разрастался, и когда вот её купали мы, она отваливалась, и такое страшное всё вот внизу было. И на второй день опять эта пена, и вот прям твёрдость становилась эта пенка. Чтоб покоя я не видел ещё никогда. И я ей принесла, я говорю, пока мы тюрьмы получим, помашь-то вот эти. И она через две недели, она ищебла полностью, полностью, даже вот, так сказать, ну вот, пятна не осталась. Да, здорово. Это, я вообще поразилась, я говорю, это вот многие сейчас вот это вот, и вот звук он мне вот вылечил, вот этот тапсориан, или как он называется, в общем. Ну, ему немножко дольше мы, потому что он то, хотел-то, не хотел, потом, когда он упал это сам, я говорю, мажьте, каждый раз, вот я всё-таки говорю, пусть пока будет. И он же два раза вылетел, потому что он долго нет, а потом она опять появилась, они вот раза два-три повторяли вот эту вот, сейчас, хру-хру-хру, сейчас пацаны 14 лет, 15-й, прекрасно, ничего нет, даже перхоти нет, не вызывали. Здорово. Ну, мы три курса провели. Угу. Он первый раз на мазу, вроде прошло, где-то через месяц появилось опять, опять плачет пацан. Ну, давайте, говорю, ещё раз, на три курса, вот это уже точно, это уже, вот эти вот трёх, что я расскажу, на тресно-чинка, это, ой, здесь милочка, у меня милочка здесь, милочка маленькая есть, вредная. Ну, в общем, короче говоря, все ваши знакомые, друзья, уже все пользуются. Все пользуются, и с нашей среди, тоже многие уже. Молодцы, я вам положу тоже ещё дополнительные новые брошюры, вы там тоже всем раздавайте, за новых клиентов мы дарим подарки. Тоже хорошо? Давайте, а я всё это распространяю, всё потому, что мы уже все, и мои бабки, которые уже это всегда сдали, нам это лекарство. Ха-ха-ха-ха. Ну, спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.